Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сергеев провел очередное планерное совещание. Поздравление, благодарность за успешную организацию и проведение главного праздника курорта «Открытие сезона» и новые планы на новую неделю. Останавливаться и отдыхать некогда. На очередном планерном совещании мэр Анапа Сергей Сергеев подвел итоги работы и дал новое поручение. Призвал начальников и руководителей городских служб и ведомств руководить мудро. Первое событие новой недели – поздравление. Мэр Анапа Сергей Сергеев поздравил своего заместителя Юрия Полякова с днем рождения. Поздравление, благодарность за счетом. Далее планерное совещание прошло строго по плану, четко. Отчитался о происшествиях начальника дела МВД по городу Андрей Терехин. С началом лета самые активные грабители и воры работают на пляжах, маршрутках и в гостиничных номерах. 32 нарушения на потребительском рынке. У торговцев изъяли почти 700 литров алкоголя. С начала сезона – более 4 тысяч. На особом контроле – вопрос о мигрантах и гастарбайтерах. На учете 518 иностранцев, 129 – из Армении, родственники анапчан. 110 белорусов приехали подработать в сезон. 90 человек – из Узбекистана. Зарегистрировали жители Ирландии, Греции и Словении. Специалисты миграционной службы подписали 187 разрешений на работу. Из них 165 – выходцам из Узбекистана. За нарушение пребывания в России и нелегальную работу 10 иностранцев уже депортировали. 13 запретили въезд в Россию. В течение недели проведены два расширенных рейдовых совместных мероприятия по объявлению и пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства. Это 3 июня 2013 года в селе Варваровка, совместно с представителями казачества. И 5 июня в селе Суцет, совместно с Центром противодействия терроризму и экстремизму город Новороссийск. На планерке представили новых специалистов и руководителей городских служб. Татьяна Завезион с 9 июня назначена председателем Анапского террасбиркома. Вице-мэр Светлана Яровая еще раз напомнила анапчанам играть по правилам, выгоднее для бизнеса и для совести. На прошлой неделе прошли аукционы по размещению торговых точек и туру инфоцентров. В прошлую неделю работал муниципальный земельный контроль с целью ликвидации несанкционированной торговли. В результате подготовлено и представлено в суд городской 29-й дисковых заявлений. Сергей Павлович, надеюсь, что мы введем сюда эту традицию, когда на улице города Анапы реализация или осуществление какой-либо деятельности будет происходить на основании соответствующих документов. Объезд пляжей, совещание с хозяевами маломерных судов и работа с ТОСовцами по установке новых аншлагов. Вице-мэр Юрий Поляков дал поручение, назвал конкретные сроки исполнения. В Анапе в 46 здравницах отдыхают более 16 тысяч детей. Безопасность их отдыха на особом контроле. Не все руководители детских здравниц рады, что к ним на сезон направлены для работы сотрудники полиции. Нужно предоставить жилье, обеспечить питание. В учет почему-то не принимается, что полиция на территории здравницы – это защита от многих неприятностей. Мудрый руководитель, по словам мэра, тот, кто думает не о прибыли сегодня, а видит на несколько шагов вперед. К такому стандарту надо стремиться. Благодарности много не бывает. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко поблагодарила организаторов праздника «Открытие сезона-2013» и напомнила на этой неделе еще три – фестиваль «Жемчужина Анапы», «День России» и «День медработника». И они должны пройти на таком же высоком уровне. Высокий результат показали и двое анапчан. На ЕГЭ – 100 баллов из 100 возможных по русскому языку. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. И к другим темам. Дело время потехе час. В минувшую субботу, 8 июня, в Анапе открыли сезон 2013. Большой праздник по времени и по масштабу. С 10 часов утра анапчане приветствовали гостей на нескольких праздничных площадках. Центральная улица Горького напоминала лучшие традиции итальянской Венеции. Много цветов и воды. Подробности открытия летнего сезона в материале Ларисы Басовой. На улице Горького предприятия курортного общепита устроили праздник для гурманов с презентацией фирменных блюд народов, проживающих в многонациональной Анапе. В парке «30-летие Победы» для детей проходил праздник детства «Веселое лето в Анапе». По инициативе главы города и поддержке дирекции парка организовано бесплатное посещение аттракционов для 2000 детей из многодетных семей. Фонтан у городской администрации закрыли сценическим помостом, на котором показывали номера ведущей творческие коллективы не только Анапы, но и Кубани. Собравшиеся на площади перед администрацией зрители не только горячо аплодировали артистам, но и с удовольствием подпевали и пускались в пляс под удалые казачьи песни и танцы народов Кавказа. Творческие коллективы выступали и на площадке у летней эстрады. Прервал развлекательные программы «Ливень». Он то усиливался, то ослабевал, давая людям и организаторам праздника надежду, что он прекратится и действия продолжатся. Для кого-то «Ливень» стал приключением. Гостей праздника этот сюрприз природы не расстроил. Все готовились и ждали продолжения концерта вечером на театральной площади. Для тех, кто, конечно, готовил праздник, наверное, это был сюрприз и тяжеловато, потому что залило все палаточки. Люди, конечно, надеялись на больший выход. А отдыхающих, ну мы, дождь прошел, настроение опять поднимается, выглянет солнцем, мы будем опять ему рады. Но мы скоро уезжаем, жаль, конечно. Вот город очень понравился, дружелюбный, народ хороший. Вот, все выкладывается. Сегодня концерты были подготовлены прекрасно. Немножко погода подвела, но ничего. Впереди лето, впереди много солнца, впереди радости. Привет, Салтая. Если есть настроение, ничему не испортишь. Не испортит праздник, люди ходят, так же веселятся, так же сидят. Как бы в Анапе такого нет, что если даже дождь, погода не портит. Все, наоборот, удивляются, но он такой дождь, всем весело. Лариса Басова, Роман Карпов, Анапа-регион. У природы нет плохой погоды. Если у людей праздничное настроение, и сам праздник организован на высоком уровне. У здания администрации концертную программу продолжили творческие коллективы Анапы. И в городе засияли сразу два самых ярких солнца России. На южном летнем небе и традиционное на площади у здания администрации. Вечернюю программу открыли торжественно, рассказывает Наталья Пухальская. Солнце в небе, солнце на площади и в каждой песне об Анапе. Цвет солнца и в нарядах анапчанок. Вот так запросто оказалось. Герб Анапы можно носить на себе, прославляя детский курорт. Казачки с фенками и лентами, изящные тонкие гречанки и жизнелюбивые армяне. На одной сцене все национальности в одном танце. Анапу называют самым солнечным курортом. 268 солнечных дней в году. Но и это не основной показатель. Самое яркое солнце выходит один раз в год на площади у зданий администрации. В этом году в тренде красные лучи. Сотни ребят, отдыхающих в Анапе, с воздушными сердцами в руках раскрасили площадь. Сосковый прибой, она во сердце, навсегда со мной. Солотой стрелой, прямо в небеса. Мы умеем вместе делать чудеса. Миллионы глаз ждут тебе привет. Для России ты солнца яркий свет. Сердце навсегда со мной. Один раз в год хозяева курорта, администрация города становится гостями на праздники. А гости – хозяевами праздника. Мэра Анапы Сергея Сергеева встречали как долгожданного и уважаемого гостя. Короткое путешествие через века улицу Горького в прошлое. И у киноконцертного зала Победы руководство города и гостей праздника встретила Екатерина Великая. Провела гостей на площадку под звуки нестареющего вальса. Далее гости прошли на набережную жемчужину курорта. И здесь официальную делегацию встретил гостеприимный неокол. И оказав высшее расположение, посвятил гостей в горгипийцев. Почтенные гости представятся в разводе архон Горгипий и неокол. Вот так за один час анапчане и гости курорта побывали на праздники в современной Анапе. Прошли через века вспять и познакомились с первыми жителями Анапы – горгипийцами древнего города. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. И в продолжение темы. В Анапе сложилась традиция. Каждый год на празднике открытия нового летнего сезона с концертом выступают звезды эстрады. В этом году на главной площади города анапчан и гостей курорта поздравила Валерия. Пока гости курорта путешествовали через века, погода внесла коррективы в праздничную программу. Счастливчики, собравшиеся за призами на площади у администрации, с нетерпением ждали, когда объявят их номер. Проверяли девушки, женщины, кому дарили сегодня розы. Сверяли номера мужчины и дети. И первой удачей улыбнулась гость у курорта Алексею. Корзина от магазина «Самовар» Алексею понравилась. Девушки из ансамбля «Забава» подсказали, если радостью поделиться с близкими, ее станет еще больше. Под песню раззабавилась и природа. В Анапе опять пошел дождь. Но гостей это не смутило. Отдыхать приехали с таким же настроением, прошли на главную площадь. Под раскрытыми зонтиками смотрели главное завораживающее действие – открытие летнего сезона 2013. Гостей впечатлял необычный парад необычного транспорта. Для анапчан белые электропоезды и автомобили с тиграми уже знакомо. Парад перед концертной площадкой и на ней – парад звезд анапских коллективов. Сезон обещает быть очень интересным. Я еще раз повторюсь, желаю, чтобы каждый турист, каждый приехавший к нам, наш маленький инвестор, получил удовольствие. А все руководители санаторно-курортных и туристских организаций получили достаточный доход, чтобы стать лучше, чтобы улучшить качество обслуживания. Я хочу попросить анапчан быть еще гостеприимнее. И я уверен, что те, кто посетил наш город, вновь захочет сюда вернуться и привезти с собой своих друзей и знакомых. Приезжайте к нам, мы радушные гостеприимные хозяева. Летний курортный сезон 2013 года в городе-курорте Анапа объявляю открытым. Вот они, те нужные слова! Кульминация праздника выступления Валерии. До выхода певицы на сцену анапчане и гости курорта сомневались. В дождь звезда российской эстрады может не выйти. Но открытие сезона 2013 года прошло по всем правилам. И с грандиозным фейерверком. Наталья Пухальская, Игорь Куршаков, Анапа-регион. В Анапе открылся филиал одной из крупнейших сетей оконных компаний «Экопласт». Металлопластиковые окна от немецкого производителя уже завоевали доверие потребителей не только качеством, но и ценами. На все окна скидка от завода-производителя 50%. Подробности у Светланы Авиловой. Телефоны здесь звонят не умолкая. Филиал совсем недавно открылся, а клиенты уже спешат записаться на замер окон, рассказывают менеджеры компании «Экопласт». Шутка ли, все окна за половину стоимости. Очень приятно, что жители города Анапы восприняли наше открытие федеральной сети с таким интересом. По случаю этого завод-производитель дарит скидку 50% на окна, рамы и балконные блоки. Подробности готовы рассказать вам в офисе или по телефону 90-127. «Экопласт» – это динамично развивающаяся фирма, плотно укрепившаяся на рынке металлопластиковых окон. Сегодня в сети более 20 магазинов на юге и в средней полосе России. Экономично, экологично, экопрактично. Так позиционирует себя компания. Для удобства клиентов компания «Экопласт» предоставляет рассрочку до 18 месяцев, где за стандартное окно ежемесячный платеж может составлять около 300 рублей. «Экопласт» тоже выбрали сотни и даже тысячи клиентов. Мы уверены, это то, что подойдет именно вам. Надо отметить, что приобретая товар в сети оконных компаний «Экопласт», вы не только заботитесь о собственном комфорте, но и помогаете детям. Часть прибыли направляется в помощь детским садам, школам, больницам, домам малютки и интернатам по всей России. Анапа, улица Лермонтова, 116 В, телефон 9-01-27. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Анапа. И на сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Только нужные покупки в одном торговом доме в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Во вторник, 11 июня, в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы плюс 22-24, ночью около 20 градусов по Цельсию. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 20 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.